Сегодня вся страна отмечает 100-летие пограничных войск России. Это один из самых почитаемых военных праздников. Отметить юбилей и вспомнить годы службы в Чувашию приехали защитники границ из разных уголков страны. Ольга Алексеева побывала в Урмарском районе республики на встрече сослужившихся северо-восточного пограничного округа. Петропавловск, Камчатский, Нефтьюганск, Нижний Дагил, Муртия, Воткинск, Пушкино, Арзамас, Нижегородская область, Казань, Екатеринбург, Иваново, Чувашия, Чебоксары, Батарево, Чувашия, Ново-Чебоксарск, Шаркистры, Чебоксары, Чебоксары, Шаркистры, Чувашии, Шаркистры, Чувашии, Чувашии, Шаркистры. Это люди разных профессий, у всех разные жизни и судьбы, но их объединяет один факт. Они все служили в северо-восточном пограничном округе в городе Петропавловск-Камчатский с 1987 по 1991 годы. Именно здесь, на окраине села Шаркистр на протяжении 28 лет ежегодно встречаются однополчане-пограничники. За два года службы они так сроднились, что никакая погода, никакие жизненные ситуации не могут помешать их встречам. Каждая такая встреча уникальна и незабываема, отметили пограничники. В этом году поздравить с юбилеем однополчан приехал командир взвода или батька, как его подружески тут называют. В Чувашии он впервые отметил красоты этих мест и важность прохождения службы в погранвойсках. Это не объяснить, что это такое. Это кусок родины. Граница – это самое главное. Первые все удары были, любые войны, начиная с царских времен, принимала всегда граница пограничники. Поэтому и всю жизнь я отдал этой службе и не жалею об этом. Служил в погранвойсках. Это как бы основополагающий был толчок в жизни. И это путь в жизнь дало. Это дисциплина, порядок и надежность. В погранвойска идет колоссальный отбор людей. Уже на стадии просто отбора. И в погранвойска это попадает элита людей. Александр Николаев – уроженец села Шаркистры. Инициатор, организатор и духовный вдохновитель встреч однополченцев на Чувашской земле. Всего это село насчитывает 56 пограничников. Личная встреча – это еще раз доказывать нашу непобедимую дружбу, великую дружбу, которую эти два года нас платили на всю жизнь. Как нас там учили быть самыми дисциплинированными, что мы первые всегда. На нас смотрит весь народ, вся Россия. Также мы продолжаем жить, не отступать никогда, выполнять поставленные задачи. В честь столетия пограничникам вручили юбилейные медали, почтили вниманием ветеранов и познакомили подрастающее поколение с основами службы в погранвойсках. Хотелось бы служить в погранвойсках, потому что мой брат служил в погранвойсках, дедушка тоже служил. Отечество надо защищать, Родину защищать, патриотом надо быть. За сто лет существования погранвойск менялось многое. От формы до протяженности границ нашей страны. Главное остается неизменным – верность воинскому долгу и мужество пограничников. Ольга Алексеева, Александр Петров, Республика.